26 октября свой профессиональный праздник отметят работники автомобильного транспорта. История наземных транспортных средств началась с изобретения колеса. Со временем ритм жизни стал ускоряться, и сегодня без автомобилей, автобусов, троллейбусов люди не представляют свою жизнь. Герои нашего следующего сюжета – водители общественного транспорта, ветераны автомобильного и пассажирского транспорта, отдавшие любимой профессии лучшие годы жизни. С подробностями Тина Копачевская и Александр Косицын. Утром подъем по команде будильника. Ну, в пределах 5.30. Чай, кофе, врач, путевка. И в 6.40 выезд на маршрут. И заканчивается в 18.40. Ну, так же само врач-механик, сдача путевки, заправка, исследование домой. Вот так у Евгения Дмитриевича начинается каждый день в течение 30 лет. Еще с юности ему нравилось управление автомобильным транспортом. Работал водителем автобуса, грузовых машин, Камазов. Сейчас работает водителем 11 маршрута по Слаенску на Кубани. Город перенасыщается транспортными средствами, движущиеся по нашим улицам города. Надо иметь выдержку, потому что лихачей, те, которые не уступают дорогу, транспорт общего пользования, очень-очень много. У Евгения Бондаренко есть любимая жена, дочка и внук. Мальчику всего два года, но он уже имеет пристрастие к автомобилям. Евгений Дмитриевич признается, что мест в доме уже не хватает для стоянок под его игрушечные машинки. Еще один водитель с 35-летним стажем Леонид Георгиевич признается, что несмотря на всю сложность работы, он все равно каждый день с удовольствием едет на работу и перевозит людей с одной точки города в другую. Уже четыре года он работает водителем автобуса 23 маршрута. До этого водил в основном грузовые машины. Работа с людьми и какая обстановка, движение, положение на дорогах. У машин много, проезды трудные. Сегодня без автотранспорта немыслима повседневная жизнь миллионов россиян. На долю автомобилистов приходится более половины грузовых перевозок. Только пассажирскими автопредприятиями ежедневно перевозится 75% населения страны. Ежегодно в нашей стране увеличивается число легковых автомобилей примерно на 8-10%. А это усложняет дорожную ситуацию, поэтому водителям приходится нелегко. В Слаенске-на-Кубани работает 54 общественных транспорта. В среднем за день каждый автобус или маршрутка возит более 200 человек. Автомобиль – одно из самых полезных технических изобретений человечества. За свою историю он прошел колоссальный путь от самодвижущейся тележки до современного авто. Мы не задумываемся о том, насколько нелегок труд водителей-профессионалов – тех, кто доставляет грузы, кто обеспечивает работу предприятий, кто трудится на пассажирском транспорте. Без преданности профессии и их чувства ответственности за свое дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok